Добрый день, друзья! Давайте проверим, как мой звук, всё ли в порядке. Дайте мне знать, пожалуйста, в чате. Отлично, спасибо. Спасибо. Ну что, я очень рада опять, что мы с вами встречаемся. Тема действительно... Благодарю всё, я поняла, что меня слышно. Благодарю. Рада, что мы сегодня снова вместе. Здравствуйте. Надеюсь, что этот час, может быть, с небольшим пройдёт, тоже для вас полезно. И сегодня у нас тема, связанная с тем, как нам нужно искать литературу для научных статей и вообще научных трудов. Для того, чтобы мы смогли эту тему с вами рассмотреть и понять, как же это делать, я предлагаю следующие вопросы. Значит, во-первых, нам нужно разобраться, в чём особенности поиска литературы, от чего вообще, как правильно выстроить поиск литературы, если вы готовите подборку для разных научных трудов. Вот с этого мы начнём, потому что это значимо. Второй момент. Поговорим о том, какие этапы, условно, конечно, можно выделить по поводу поиска литературных источников, на каких этапах стоит акцентировать своё внимание более внимательным образом, а какие этапы вообще, возможно, даже делегировать для освобождения времени. Ну и ещё один важный вопрос. Мы с вами часто, когда говорим «литература», подразумеваем, что это просто статьи и монографии. На самом деле в этот блок источников входят и другие источники, и поэтому мы поговорим о них тоже. Где их можно искать, почему именно там, и, собственно говоря, какие отбирать, а какие, может быть, не стоит. Безусловно, очень многое зависит от того, по какой специальности вы пишете свой научный труд, и поэтому здесь будут какие-то особенности. Я не смогу про все-все специальности в рамках вебинара рассказать, но, тем не менее, постараюсь этому уделить внимание. Так, всё висит, и звук, и видео. Светлана Анатольевна пишет, что всё плохо. Друзья, это только у Светланы Анатольевны или у всех? Всё хорошо. Ой, отлично. Да. Я прошу, Татьяна, если будет какая-то проблема техническая, мне подтверждать в чат, чтобы я не отвлекалась. Да, тогда Светлане Анатольевне совет просто перезагрузить в вебинарную комнату, всё наладится. Друзья, прежде всего я хочу, чтобы мы с вами чуть-чуть пообщались. Напишите, пожалуйста, в чат, какие научные труды, статьи, монографии, диссертации вы пишете прямо сейчас. То есть, чтобы я понимала, что больше всего участников с таким-то запросом, меньше с таким-то, я буду где-то акцентировать внимание на ваши запросы. Кандидатская статья по истории советского времени, статьи, статьи. Именно вот тип трудов, что это, статьи или это диссертация, научные статьи для будущей докторской, статьи, кандидатская статьи, статьи. Так, монографию у нас пока не вижу, чтобы кто-то писал. Тем не менее, я о них чуть-чуть хотела сказать. Статьи по юриспруденции, статьи. Вот, монография. Сергей Николаевич, здорово. В коллективную монографию. Александр Александрович, отлично, тоже об этом чуть-чуть поговорим. Статьи по методике обучения иностранного языка, не в языковом вузе. Отлично. То есть, в основном пишем статьи. Ну, может быть, это и некий этап к тому, чтобы двигаться дальше. Может быть, вам статей и хватит. Да, наша задача сегодня поразбираться, как быть в той или иной ситуации. Итак, в чем особенности поиска литературы? Особенности поиска связаны, безусловно, с тем, что мы пишем. Ну, и, естественно, разные труды. Сейчас я не случайно спросила для того, чтобы было понимание, кого больше, тех, кто пишет статьи, монографии или диссертации. Ну, в общем-то, мы примерно срез тех ответов, которые прозвучали в чате, они показывают где-то также соотношение того, как есть в жизни. Достаточно небольшое количество людей пишет диссертации и значительные пишут статьи. Итак, когда мы говорим о статье, которая подается в журнал или в материалы конференции, мы, безусловно, тоже для подготовки статьи набираем литературу. Но здесь мы должны учитывать несколько обстоятельств. То есть разное количество, разное качество литературы у нас будет для разных трудов. И это не связано с тем, что статья будет хуже, например, ни в коем случае. Например, статья у нас, одна из особенностей статей состоит в том, что это короткая форма научного труда. Поэтому у нас с вами очень часто, может быть, желание и есть ее написать более обширную, но мы ограничены с вами теми рамками объема, которые задает либо оргкомитет, либо редакция журнала. И мы, что называется, с вами разогнаться не можем, и поэтому должны в нужный объем вписаться. Раз мы вписываемся текстово в определенный объем, который даже не мы определяем, то мы вынуждены сами себя ограничить по количеству найденных источников. Потому что если мы для подготовки статьи найдем с вами 100 источников, я сейчас не говорю статьи, которые являются обзорными, и там как раз 50-70 и более источников, я говорю про обычную статью, которая по результатам научного исследования и готовится в журнал или в материалы конференции. Список литературы будет ограничен как нами, потому что мы просто включаем житейскую логику, и мы понимаем, что у нас 100 источников, мы на статье, которая имеет размер 5-7 страниц, мы просто не сможем сослаться, это будет странно. Статья 5 страниц и 20 страниц источников. Это ограничение часто связано с тем, что оно озвучивается нам, и это как требование, если мы его не выполняем, как минимальное ограничение, так и максимальное ограничение, то, соответственно, нашу статью могут просто отклонить. Ну и еще один очень важный момент, который стоит учитывать при не только поиске, на поиск он, может быть, и меньше имеет влияние, но вот на работу с литературой он однозначно оказывает влияние, это однократность использования литературы. Я сейчас не беру ситуацию, когда вы, например, пишете диссертацию и в связи с этим пишете статьи. И если вы пишете просто статью, вы работаете преподавателем, вам необходимо для контракта подготовить статьи. Они могут быть вообще не связаны какой-то общей тематикой, вам интересно то, другое, третье. И получается, что вы, написав вот эту статью, вы литературу от этой статьи уже не будете использовать второй раз. И поэтому вот здесь это обстоятельство, оно влияет на то, как мы будем работать с литературой. Если вы будете с литературой под статью работать так же, как для диссертации, вы будете статью писать несколько месяцев. Иногда так и бывает, когда эта статья в международный журнал, я не знаю, веб-сайенс или скопус, люди пишут месяцами, это нормально, естественно. Но если мы говорим про какие-то более простые научные статьи, то здесь, конечно, вот эта однократность, она в использовании, она позволяет немножечко оптимизировать работу с литературой. Следующий научный труд – это монография. Сюда, в этот раздел, скажем так, я отнесла и авторскую, и коллективную монографию, хотя это совсем не одно и то же. И для тех, кто пишет монографии, я сегодня очень кратко скажу, если вам эта тема актуальна и у вас есть какие-то вопросы по этой теме, то у нас в Директ-Академии был отдельный вебинар на эту тему, в записи он есть, можете найти на YouTube-канале и, соответственно, посмотреть, для того, чтобы себе на все вопросы ответить. Я там абсолютно и технические, и содержательные моменты все-все-все раскрывала, и разницу вот эту показывала. Поэтому сейчас с пониманием того, что коллективная и авторская – это не одно и то же, но тем не менее это все-таки будет считаться монографией, здесь есть тоже свои особенности. Во-первых, если мы говорим об авторской монографии, то это абсолютно точно крупная форма научного труда. Почему? Потому что если вы пишете монографию просто так, ну, скажем так, для себя, да, хотели бы познакомиться со своими научными исследованиями, научную общественность и пишете в связи с этим монографию, то у вас нет ограничений или только ваш ВУЗ устанавливает ограничения по поводу того, сколько там должен быть объем для того, чтобы эта работа потянула, скажем так, на монографию. Если же вы пишете монографию для того, чтобы потом ее предъявить в качестве публикации для защиты докторской диссертации, то, безусловно, эта монография должна быть не меньше, чем 10 печатных листов. Опять же, это не потому, что есть такой регламент, и я его сейчас озвучиваю, это такая сложившаяся общенаучная практика, да, что 10, может быть, 12 печатных листов для монографии, которую вы потом покажете в своем списке литературы. Сразу оговорюсь, буквально на одну секундочку, если вы пишете кандидатскую диссертацию, и по вашей специальности подготовка монографии не является обязательной, ну, то есть вы видите, что защищенные диссертации, которые есть в вашем диссертационном совете, куда вы собираетесь поехать, и там есть работы без монографии. Не нужно тратить время на то, чтобы готовить монографию, из-за того, что это крупная форма научного труда, это отвлечет у вас очень много времени, вы лучше после защиты кандидатской диссертации опубликуете монографию. Пока на это не стоит отвлекаться. Опять же, если мы говорим о какой-то эффективности распределения времени и, соответственно, удовлетворении тех требований, которые нужны для защиты. Для кандидатской диссертации это очень редко, когда диссертационные советы желают, чтобы монография была по-докторской. Тоже ВАГ не имеет такого ограничения, но тотально повально диссертационные советы хотят, чтобы у докторанта монография была. Поэтому вот то, что это крупная научная форма, налагает определенные особенности и требования при работе с литературой. Что это именно значит? Ну, во-первых, в монографии обычно очень большой список литературы. Что значит большой? Ну, если мы говорим, что у вас монография будет страниц на 200, 150, 200, может быть, страниц, то, значит, у вас, соответственно, столько же примерно будет источников. И поэтому понятно, что их найти, обработать, использовать, это не тривиальная, не простая задача, поэтому здесь нужно что-то для себя использовать, какие-то приемы для того, чтобы это была более эффективная с вашей стороны работа. Ну, и еще одна особенность – это многократность использования литературы, связанная эта многократность с тем, что диссертацию обычно люди пишут дольше, чем статью. И, соответственно, к определенной… Мало того, что у вас много литературы, и вы как бы к разной литературе возвращаетесь через промежуток времени, так вы еще и к одному и тому же источнику тоже, возможно, будете возвращаться многократно, потому что вы, возможно, его процитируете не один раз, или, допустим, вы его сейчас прочитали, он вам не совсем понятен, прошло время, вы погрузились в тему, и этот источник становится для вас понятным, и вы знаете, куда вы его будете применять. Поэтому вот эта многократность и дополнительные возможности применения этой литературы налагают определенные такие важные особенности, формируют эти особенности при обработке литературы и поиске литературы для вот такой крупной научной работы, как монография. Что я подразумеваю под дополнительными возможностями применения? Смотрите, предположим, я нашла литературу, я сейчас пишу монографию, нашла литературу, у меня огромная куча источников. Могу я эту литературу использовать для статьи? Конечно, могу. Могу я потом эту литературу использовать для диссертации? Могу, но я заранее должна продумать, чтобы не получилось так, что я все и тот, и другой, и третий раз использую одно и то же в этих источниках. Поэтому многократность, она здесь две составные части. С одной стороны, это несколько раз обращаемся к источнику, с другой стороны, стараемся найти разные какие-то фрагменты в этом источнике для того, чтобы не повторяться в разных публикациях, если вы собираетесь это делать. Ну и если вы пишете диссертацию, кандидатскую или тем более докторскую, то, безусловно, это очень крупная форма, особенно если мы про докторскую говорим, кандидатская в среднейшем размере, говорю, 150-200 страниц, если мы говорим про докторскую, 350-450 страниц, по некоторым специальностям еще больше, бывают и двухтомные работы, поэтому, безусловно, это еще более крупная форма научного труда, и при этом эта форма научного труда больше регламентирована. То есть, если статья регламентируется только Оргкомитетом, например, или редакцией, то диссертация пишется не просто для того, чтобы вы ее написали, но и защитили, получили ученую степень, и, соответственно, вы должны выдерживать регламенты, предъявляемые как с точки зрения ВАГ, потому что ВАГ в итоге будет проверять вашу работу, так и те, которые предъявляются гласно или не гласно со стороны диссертационного совета. Поэтому здесь у вас вообще как такового, там, большой-то уж свободы нет, да, она есть свобода с точки зрения подготовки текста, проведения исследований и так далее. Если же мы говорим о литературе, то понятно, что, опять же, у нас не может быть так, что у нас диссертация, например, там, объемом 150 страниц, у нас 50 источников. То есть, ну, так просто не может быть. Или что у вас там докторская на 400 страниц, у вас 150 источников. Ну, тоже так не бывает. Опять же, может быть, бывает в редких специальностях, да, потому что и в некоторых специальностях докторские очень короткие. Но это уже специфика ваша, ее нужно обязательно смотреть на сайте диссертационного совета, посмотреть диссертации и понять, какой размер считается в вашей специальности в этом диссертационном совете желательным. Это очень важная такая штука. Второе, понятно, что сам размер диктует требования к тому, чтобы был большой список литературы. И если мы говорим про работы, диссертационные работы, то он не просто велик, да, большой, он еще и разнообразный. То есть там, безусловно, разные источники, и они сильно могут отличаться по своему типу, например, от того, что мы берем статью. Для подготовки статьи мы можем вообще взять только статьи других авторов и на этом успокоиться. Здесь так не получится. Разнообразие источников в списке достаточно большое. Мы чуть позже об этом поговорим. Ну и третье, безусловно, многократность использования литературы, она есть, потому что кандидатская, особенно докторская, тоже пишутся небыстро. Но чаще всего они пишутся даже дольше, чем монография. Почему? Потому что, например, если вы готовите докторскую диссертацию, то вы сначала пишете монографию, кучу статей, чтобы покрыть требования, и в процессе параллельно или после этого работаете над текстом диссертации. Поэтому получается, что вы эту литературу постоянно-постоянно на вашем использовании находите. То есть тут очень длительный срок. И вам самое важное не просто найти эту литературу, а сделать так, чтобы вы, возвращаясь к ней через 2-3-5 месяцев, понимали, что в этой литературе есть, чего нет, что там вообще не нужно искать и так далее. Кроме того, когда мы говорим о многократности использования, вот именно при подготовке диссертации, то у вас точно, абсолютно точно будет пересечение источников. Когда мы пишем статью, вот вы написали статью, вы можете сразу из статьи взять список литературы и в отдельную, завести папку «Литература для диссертации» и в эту отдельную папку только список литературы сохранить, для того, чтобы вы могли вернуться к этому списку литературы и понять, вы будете это брать в диссертацию или нет. То есть наша задача, когда мы работаем над диссертацией, по сути мы работаем не только над диссертацией, Мы одновременно работаем над статьями, над монографией, если мы про докторскую говорим, и над диссертацией. И вот эта многократность использования здесь очень вам на руку, потому что когда люди говорят, как же я на 400 источников сформирую список литературы, да очень просто, это произойдет не особо напрягаясь, потому что когда вы будете писать необходимое количество публикаций, у вас этот список при правильном формировании сформируется сам, и потом вы будете его еще и еще раз использовать эти источники. Какие-то потом уберете, какие-то оставите. Но то, что это вот такой накопительный эффект у вас сработает, это абсолютно точно. Какая связь еще, какие особенности еще есть между тем, какой научный труд мы пишем и какая литература? Первое, это понятно, очевидно, и сейчас я думаю, что после того, как мы рассмотрели вот эти три разных, скажем так, вида научных трудов, эта связь стала четко понятна, что чем более объемный научный труд, тем больше литературы нам нужно. Поэтому первое, на что мы должны с вами, на что это повлияет? Это повлияет на время, которое мы потратим. Потому что найти литературу мало, ее надо обработать и использовать. И поэтому, если вы решили писать, например, монографию или вы пишете докторскую диссертацию, очень классно, когда вы знаете, как спланировать время для поиска, фильтрации, работы с литературой и так далее. Опять же, про этот момент мы с вами говорили. Есть у нас вебинар по поводу того, как управлять временем аспиранту и докторанту. Тоже сейчас на этом не буду останавливаться. В записи тоже есть на канале Директ Академия. Посмотрите, пожалуйста, кому это актуально, кто не присутствовал. Ну и, безусловно, у нас с вами вот это разнообразие источников, мы сейчас о нем будем говорить, оно очень велико. И когда мы пишем крупный научный труд, мы должны умудриться привлечь разные источники. И монографии, и статьи, и, может быть, архивные данные, если это необходимо в рамках вашей темы. И, может быть, это информация какая-то цифровая, которую вы нашли, статистические данные, или ваши данные, которые вы будете обрабатывать. То есть разнообразие будет достаточно большое. И вот здесь возникает еще одна сложность, не сложность, но особенность, скажем так, это умение искать литературу разного типа, информацию разного типа. Потому что как искать просто статьи, например, мы вроде знаем. Но когда возникает необходимость поискать статистику, или правовые какие-то материалы, или архивные, иногда мы теряемся. Поэтому вот здесь вы для себя должны сразу понять, какие источники мне будут нужны, и где я их собираюсь искать. Ну, об этом тоже немного поговорим сегодня. Ну, и, естественно, третий момент – это, когда мы говорим о тех крупных трудах типа монографии или диссертации, которые вы пишете, мы четко должны с вами понимать, что вот та самая многократность использованной этой литературы налагает очень важный такой момент, что эту литературу нужно очень хорошо обработать. Мы сегодня не будем говорить об обработке литературы, потому что это совершенно отдельная большая тема, но это очень значимо. И важно вам для себя понимать, я умею обрабатывать литературу или нет. Потому что очень часто бывает, что я, например, спрашиваю людей, которые приходят на курсы или на консультации, у вас литература обработана, человек говорит, да, обработана. И когда мы начинаем смотреть на эту литературу, возникает понимание, что то, что человек вкладывал в понятие обработать литературу, и то, что я предлагаю в качестве того, что значит литература хорошо обработана, это несколько разные вещи. И поэтому вот этому прямо нужно специально научиться, и тогда с крупными научными трудами вам будет работать намного проще. Потому что представьте, если вы просто прочитали, сделали какие-то там небольшие заметки, монографию или кучу статей, и вам к ним нужно вернуться через полгода. Вы вспомните, зачем, куда, что, какие у вас были идеи. Вот если вспомните, значит ваша литература обработана хорошо. Если вам придется перечитывать, пересматривать ее еще раз, значит ваша литература обработана недостаточно хорошо для многократного применения. И вот это как раз очень актуально для тех трудов, которые пишутся долго. Конечно, когда мы пишем статью, можно вообще литературу никак не обрабатывать, потому что вы ее тут же прочитали и тут же использовали. И, в общем, на это тогда не стоит тратить время. Когда мы говорим о том, что литература бывает очень разная, и вообще литература это не то, чтобы текст, который мы просто с вами прочитали, это определенная информация, которая нам нужна с вами хоть в статье, хоть в диссертации, хоть в монографии для определенной цели. Для чего? Для того, чтобы это показать фундаментальность вашего исследования, для того, чтобы вы продемонстрировали, какие труды вы изучили, каких авторов вы знаете из тех, кто занимается вашей темой. Поэтому здесь без монографий, например, и без диссертаций сложно вам будет обойтись. Почему? Потому что именно они являются фундаментальными работами. Это крупные работы, и поэтому, конечно, на них нужно ссылаться, с ними нужно ознакомиться, их нужно понимать, где их найти. Второй момент, когда мы говорим, например, о статьях, просто о статье, то здесь мы можем, в принципе, обойтись набором статей свежих, или не обязательно свежих, если вы пишете по истории, возможно, у вас и старые статьи будут наиболее для вас актуальны. И в зависимости от вашей специфики сюда добавляются определенные особенные виды информации. Возможно, если вы пишете, допустим, по истории, вам нужно поднимать архивные данные, если вы пишете по юриспруденции, экономике, там куча других наук, вам могут потребоваться нормативные документы, когда вам нужно на них ссылаться. Соответственно, их тоже нужно будет искать. Иногда, а сейчас, в принципе, это уже такой естественный режим, когда мы готовим научные публикации, мы должны ссылаться не только на российских исследователей, но и на иностранные источники, поэтому нам тоже нужно понимать, как нам их наиболее быстро найти. Кроме того, когда мы работаем, тоже в зависимости от того, то есть специальности, по которой вы проводите исследования, у вас могут быть разного рода данные, которые вам необходимы, это исправочная литература, может быть, это результаты каких-то опросов, или это вы пишете, допустим, по экономике какого-то предприятия, и вам нужны тогда официальные данные этой фирмы. Поэтому очень часто особенности вашей специальности задают дополнительные какие-то сложности при поиске литературы. И вот здесь вам нужно их выявить, эти особенности, без чего вам не обойтись. И вот то, без чего вы можете обойтись, может быть, на это и не стоит тратить время, обращать внимание, а вот то, без чего вам нельзя обойтись в вашей специальности, конечно, нужно научиться это искать и использовать. Что касается, вы знаете, говорят, подобранная информация, но нехорошая, вот там, или слабая литературная база, это вообще про что? Значит, когда мы говорим про информацию, я специально закавычила слово «лучше-хуже», да, но тем не менее, когда мы говорим про статьи, вот здесь как бы немножко меньше требований все-таки к литературе. Ну, автор нашел вот это, вот он успел прочитать вот это, ну и молодец как бы, да. А вот если мы говорим все-таки про крупные научные труды, то здесь мы все-таки должны стараться, чтобы у нас и литература была мощная, а не только наш текст был хорошим. А для этого надо понимать, какая литература будет считаться лучше, чем другая, приоритетнее. Ну, естественно, я ее так назвала условно редкая. Если ваша тема подразумевает, что неплохо было бы, чтобы там были архивные материалы, вот утрудитесь их получить. Пусть они у вас будут представлены во многообразии. Может быть, это материалы, которые вы специально собираете, или это какие-то редкие данные. Может быть, вы нашли их в литературных источниках. Может быть, вы нашли их в старых источниках. Ну, то есть это такие данные, которые, например, в исторических работах называются данные, которые раньше и ранее не были доступны. Это, конечно, достаточно амбициозный замах, так сказать, про какие-то источники в вашей работе. Но тем не менее. Если, тем более, они, например, недавно открыты для доступа данные, то, может быть, так и можно говорить. И, в общем, в этом ваша работа и ваша литература очень сильно выигрывает. Безусловно, второй момент – это мы стараемся брать литературу, которая так называемая свежая. Это тоже, наверное, нужно было закавычить. Понятно, что это за последние годы. Сейчас настолько мощно развивается вообще наука, очень активная публикационная активность у авторов, как у российских, так и у иностранных. И, например, аспиранты очень часто сталкиваются с проблемой, что вот я только-только изучил, как вот кажется человеку, уже всё перечитал, всё пересмотрел, всё нашёл, что мне хотелось бы. Прошло там два месяца, батюшке опять полно всего. Но я думаю, что, честно говоря, не стоит ставить себе такую задачу, что нужно перечитать, пересмотреть всё на свете. Но, тем не менее, свежие источники у вас точно должны быть, даже если у вас работа по истории. Потому что понятно, что как источники данных вы можете брать, старые какие-то материалы, но вы должны понимать, а какие исследования в этой теме ведутся другими авторами сейчас. И это то, что происходит за последние годы. Ну и, безусловно, очень актуально, какой бы вы труд написали, статью, монографию или диссертацию, очень хорошо, если это связано как-то с текущими событиями. Смотрите, ну вот сейчас мы с вами живём в период пандемии. Зайдите на любую электронную библиотеку, я сегодня назову несколько, и посмотрите, сколько там статей в разных отраслях знаний, которые связаны с пандемией. Искусственным образом связаны или неискусственным образом, или действительно в этом есть необходимость рассмотреть вот эту взаимосвязь изучаемой темы с тем, что происходит сейчас. Но этих статей прямо много. Почему? Потому что считается, что сейчас прямо высоко актуально вот это вот поизучать, посмотреть, а как это влияет на те или иные процессы. Поэтому, когда мы находим вот свою тему, её преломляем как бы немножко, да, к тем событиям, которые сейчас наиболее актуальны в обществе, то, конечно, ценность и статьи вашего научного труда, и литературы, которую вы находите, как бы для вас повышается. Потому что здесь можно что-то интересное, и опять же свежее, ещё не заезженные какие-то вещи, посмотреть, а это всегда полезно в науке. Ну и, безусловно, если мы говорим о крупных научных формах, совершенно нельзя никак, ни при каких обстоятельствах обойтись без фундаментальной литературы. То есть иногда вы можете открыть чужую монографию, увидеть, что там вообще нет ни одной монографии в списке литературы. Но это ваш спорный вопрос, можно так или нет. Я считаю, что нет. Но если вы откроете диссертации, то там ссылки на монографии просто обязательны. Поэтому, если вы не знаете, как найти монографии, даю вам очень простой лайфхак. Я сегодня расскажу про поиск диссертаций. Ищем докторские диссертации по своей теме. И у авторов докторских диссертаций традиционно бывают монографии. Поэтому вы можете прочитать монографию этого автора. Часто бывает, что монография близка к теме диссертации, а бывает, что это не одно и то же. Например, человек долго изучает тему, и монография отличается от диссертации. Поэтому вы можете в своей работе делать отсылку не на диссертацию, а на монографию этого автора. Поэтому вот здесь, в принципе, то есть специально отдельно искать монографию для кого-то может быть сложно, но вот этот прием очень хорошо работает. Ну и, безусловно, когда мы говорим о литературе, это вроде бы то, что мы привлекаем со стороны. То есть это результаты чужого труда, на которые мы опираемся. И это правильно, потому что мы не можем использовать только авторские материалы. Но без авторских материалов никуда. Почему я здесь, казалось бы, в информацию, в литературу добавляю то, что мы не ищем, а то, что мы создаем? Потому что мы часто создаем это на основе того, что мы у кого-то увидели. Вы увидели, например, что исследователь сделал вот так. Он там, я не знаю, опыт такой поставил, или эксперимент, или он модель какую-то предложил. Вы разрабатываете что-то похожее, но для своей темы. И те данные, которые вы получаете в результате использования вашего авторского подхода, вы, безусловно, разместите в монографию или диссертацию. Сразу хочу сказать, что при той ситуации, что сейчас требования к статьям достаточно высокие, особенно если мы говорим о статьях из перечня ВАГ, международных баз, которые индексируют наши работы, тем не менее, еще более высокие требования, безусловно, в диссертации. То есть если ваша статья может, я так скажу, может не обладать уж какой-то яркой новизной, в принципе, да, но мы в реальном мире живем, друзья, я говорю, как есть. Открывая чужие статьи, мы иногда видим, что там, ну так, разговор ни о чем, иногда о чем, но какой-то там сверхъестественной новизны мы не видим. То в диссертации новизна – это то, что вы будете защищать. И поэтому литература, которую мы привлекаем для крупных научных трудов, в данном случае нужна нам в том числе и для получения своего какого-то материала, который мы потом будем привлекать в крупном научном труде. Естественно, монография уже тоже желательно, да, чтобы содержала какую-то новизну. Сразу оговорюсь, что если вы пишете монографию для того, чтобы потом защищать диссертацию, не надо формулировку научной новизны давать прям точно, как вы ее дадите в монографии. Опять же, если вы будете смотреть запись нашего вебинара по монографиям, там я тоже об этом говорила, но вдруг у вас не будет времени и желания. Очень кратко, да. Все-таки в монографии более простые формулировки, более кратко. То есть не так подробно объясняем свои мысли. Для того, чтобы у вас осталась такая возможность в диссертации, для того, чтобы вы развернули более подробно этот материал, авторский материал, авторскую информацию в диссертации. Потому что именно это самая ценная и самая лучшая информация, которая может быть в вашей диссертационной работе. что касается вот таких особенностей, да, вот что важно учесть. То есть когда вы это для себя осознаете, что вот это не одно и то же найти литературу под статью, под монографию, под диссертацию, это уже сразу само понимание этого позволяет нам повысить эффективность процесса поиска. Ну и, естественно, о том, как вот искать, да, какие этапы поиска существуют. Мы сейчас с вами поговорим. Но вы будьте добры мне, пожалуйста, в чате напишите. Кстати, если у вас есть вопросы, потому что я говорила сейчас, вы мне их напишите. Можно в отдельной вкладке «Вопросы», можно здесь в чате. А сейчас напишите мне, пожалуйста, какие у вас сложности возникают вот на данный момент времени при работе с литературой. Что вам наиболее непонятно? Процесс поиска или, может быть, обработка, или, может быть, вы не знаете, где искать, или, может быть, я не знаю, вы не знаете, как фильтровать эту литературу, или, может быть, вы не можете ограничить себя количественно, вас все время подмывают, все больше искать и так далее. Может быть, вы не умеете организовать процесс. Вот какие сейчас у вас есть сложности? Можно просто там в трех словах. Процесс поиска, разные гости в описании, источники литературы, проблемы с поиском, где искать, обработка, обилие информации. И в каждом источнике, о, да, это точно, что именно найти, да, это тоже вопрос такой непростой, хотя кажется небольшим, изобилие литературы. На самом деле, вот когда многие расстраиваются, когда они начинают искать литературу, и понимают, что у них литературы мало, да, под их тему, а на самом деле большая проблема возникает тогда, когда литературы много, и когда ты вообще теряешься и не знаешь, что же нужно отобрать, да, чем можно пренебречь. Тема очень свежая, литературы практически нет. Вот как раз о том, о чем я сейчас сказала. Прекомендуйте сайты обязательно, сейчас как раз на это и перейдем. Так, найти первоисточник. Первоисточник. Часто проблема первоисточника, обработка инфляции. Да, по поводу первоисточника. По-моему, мы на каком-то из предыдущих вебинаров с вами обсуждали очень важную тему. Если вы нашли какой-то источник, он вам нравится, и в нем есть ссылка на другой источник, и вы как раз вот этот фрагмент текста хотите у себя процитировать, ссылаемся все время на первоисточник. Первый источник ищем по той ссылке, которую дал автор. Это часто тоже непростая задача, и мы сталкиваемся с тем, что автор-то схитрил, он дал не совсем тот источник. А вот мы когда, кстати, про антиплагиат говорили, про то, что не нужно некорректные заимствования в работе допускать, вот там я об этом говорила, сейчас просто вам напоминаю. Посмотреть все по своей теме, по ключевым словам, по авторам основные сайты. Смотрите, Сергей Александрович, эта идея, конечно, неплохая, поискать все-все-все на свете, но здесь нужно для себя выявить, да, представьте, вы посмотрели все-все-все на свете и нашли 489 источников, я утрирую, из них там 150 монографий. Теперь давайте включим калькулятор, да, опять же, на вебинаре, когда мы с вами говорили о тайм-менеджменте, я вам предлагала провести простой эксперимент. Проведите, засекайте время, сколько вы на ту или иную научную работу тратите время. Вот возьмите и засеките время, сколько вы читаете одну научную статью, не просто статью, а научную статью, в хорошем, плохом настроении, не важно, комментарий себе напишите, хотя бы в среднем, чтобы вы понимали, сколько времени вы читаете среднюю монографию. И переведите вот эти источники, которые вы нашли, в тот временной запас, который вам нужно иметь для того, чтобы это все изучить. Найти-то это же не проблема, еще же это нужно понять все. Поэтому возникают вот здесь вот как раз весы. С одной стороны, есть такое желание, с другой стороны, насколько оно рационально. Поэтому это, конечно, решает каждый автор сам. Здесь нет никаких хороших или плохих советов. Это абсолютно индивидуальное решение, но тем не менее. Смотрите, друзья, пост диссертации иностранных источников. Сейчас об этом будем говорить, но я, чтобы я не забыла, сразу же хочу проговорить с вами о курсе. Если у вас есть какие-то сложности с поиском литературы, не до конца понимаете процесс работы с литературой, обработку, как нужно провести, что значит хорошо обработанная литература. И вообще у вас какие-то куча вопросов по поводу диссертации, даже если вы ее еще не начали писать, а только собираетесь, только думаете, что то ли мне писать, то ли не писать. Приходите на курс обязательно, вы ответите себе на этот вопрос. Мало того, вы будете во всеоружии и будете понимать, как это делать. Также особенно приглашаю тех, кто в состоянии «я уже собрался бросить». Часто на курс приходят люди именно в таком состоянии, потому что, с одной стороны, уже надоело до жути, а с другой стороны, ну, очень жалко времени, которое потрачено. Поэтому приходите, через месяц решите, надо вам бросать или нет. Это не такой длинный временной отрезок. Более того, если вы включитесь по полной, то вы тот материал, который у вас есть, трансформируете в готовый какой-то уже фрагмент или часть, или, может быть, у вас стратегия возникнет. То есть, однозначно, вы продвинетесь, даже просто думая, надо вам продолжать или нет. Я очень кратко, поскольку до курса у нас вебинаров больше встреч с вами не будет, поэтому я буквально по темам пробегусь. Значит, на первой теме мы будем говорить об общем и особенном, когда пишете вы кандидатскую или докторскую. Сразу скажу, что и для докторантов, и для аспирантов курс будет полезен. Во-вторых, мы будем рассматривать все виды деятельности, которые вам предстоит пройти. Не просто я их назову, а про каждую буду говорить в деталях. Как ее организовать, где есть возможности оптимизации и так далее. Очень важный момент про конференции и про публикации, выступления и подготовка статей. Безусловно, это в один какой-то вебинар всего поместить невозможно. Здесь у нас будет, наверное, целая тема. В четвертой теме мы будем говорить о том, как быстро за несколько шагов, что называется, подготовить диссертацию, то есть о том, как оптимизировать какие-то вещи, как планировать, очень большой кусок по планированию, как начать и так далее и тому подобное. Ну и завершающие четыре темы – это уже прям весь процесс подготовки. Как работать с литературой – целая тема. Пятая посвящена работе с литературой. Тому, как писать текст, как подать научную новизну, где взять практическую значимость, как ее красиво сформулировать. Все мы рассматриваем темы шестой. Седьмая тема посвящена подготовке автореферата. Это вообще отдельный документ, кстати, документ, который мы пишем, как это сделать, чтобы он был ярким, в чем там особенность. Это седьмая тема. И восьмая тема мы говорим не только о том, как защититься, как будет процесс вашей подготовки проходить, но мы говорим еще, а будет ли жизнь после защиты. Я рассказываю о том, что в следующий месяц после защиты вы будете готовить документы, даю абсолютно все шаблоны, и, соответственно, вы этим пользуетесь. Не буду злоупотреблять вашим вниманием. Кому интересно, буду рада вас видеть. Кому неинтересно, продолжаем. Значит, что важно при поиске? Во-первых, нам нужно суметь для себя до начала поиска ответить на следующие вопросы. Во-первых, что именно мне требуется? То есть какой тип информации мне нужен? Потому что от этого будет зависеть, куда за этим бежать. Второе. Когда мне нужно искать источники? Вот если вы пишете статью, все понятно, до начала работы со статьей, конечно, вы ищете литературу. Но когда вы пишете, например, диссертацию, это не так очевидно. Почему? Возможно, вы начнете с самого исследования. И пока вы будете заниматься исследованием, и на каком-то этапе вам потребуется работать с литературой. Кроме того, когда мы поймем, что мы ищем, нам будет понятно, где нужно искать. Ну и, безусловно, самый главный вопрос – что мне делать с этой найденной литературой? Для чего я ее буду использовать? А для чего мы используем литературу? Для того, чтобы показать чужое мнение, мнение других исследователей по этому поводу. Для того, чтобы подвести к научной новизне. Для того, чтобы обосновать результаты, которые вы получили. Для того, чтобы доказать, что ваша позиция отличается от позиции других авторов. Потому что что такое новизна? Это же не просто фраза, которую вы написали. Читающий должен четко понять, что это новизна. А как это сделать? Нужно сравнить свои представления, которые вы предлагаете, с теми, которые были до вас. Вот и, пожалуйста, вам нужна литература других авторов для этой цели. Поэтому вот эти четыре вопроса, они принципиальны. Можете сделать себе скрин для того, чтобы он у вас был. Ну и давайте пробежимся по этапам. Во-первых, мы определяем, что и для чего мы ищем. То есть совокупность первого и четвертого вопроса дает нам первый этап. Если мы пишем статью, ищите статьи. Можно не тратить время на изучение монографии. Если вы пишете статью по какой-то своей узкой специальности, используйте те источники, которые для вас являются обязательными. Кому-то не нужны цифровые данные, кому-то без этого невозможно обойтись. Кому-то нужны нормативные акты, кому-то совершенно не нужны. Дальше. Для какого труда мы ищем? Если это диссертация, ищем все подряд, но не за один заход. Мы постепенно набираем источники разные, из разных ресурсов. Ну и естественно, для какой цели? Смотрите, зачем это нам нужно. Это нам нужно для того, чтобы ограничить себя по количеству найденных источников. Например, я в диссертации хочу ввести свое определение. Ну, допустим, не ввести, давайте помягче скажу. Откорректировать существующее, уточнить существующее определение. Для этого я сначала должна показать, что те определения, которые сейчас есть в науке, они не очень годятся для моего исследования, для того, как я собираюсь посмотреть на ту сферу, которую я изучаю. И поэтому что я делаю? Я делаю сначала обзор определений. Так вот, мы задаемся вопросом, сколько нужно взять примеров определений, чтобы это было достаточно весомо. Если это статья, может быть, это 2, 3, 4, и сказать, что другие авторы тоже рассматривали. Если это диссертация, может быть, вы вообще 10 возьмете, а может быть, вы возьмете 40, систематизируете их по какому-то критерию, посмотрите, как они разбиваются, и, соответственно, после этого дадите свой какой-то подход. То есть улавливаете, о чем я. Второй шаг. Когда мы определили, мы определяем с вами, где искать. Когда я знаю, что искать, я могу понять, где искать. Естественно, если мы говорим о статьях, о монографиях, мы можем искать их в электронных библиотеках. Если мы говорим, кстати, о диссертации тоже, я сейчас это покажу. Значит, если мы говорим о нормативных актах, то это, безусловно, правовые базы данных. Если это статистические или социологические опросы, результаты их, то если они есть в открытом доступе, то, соответственно, вы ищете на сайтах организаций, которые этим занимаются. Если нет, может быть, вы ищете на сайтах профильных организаций, которые не являются статистическими по своей сути, но исследуют эти вопросы. И, безусловно, если архивные данные мы ищем в архивах, поэтому здесь все просто. Где конкретно? Давайте. Значит, вы задавали бесплатные электронные библиотеки вопрос. Давайте я ничего нового, я вам такого сверхъестественного не расскажу, просто покажу и немножко особенностей. Значит, во-первых, библиотека, в которой не нужно даже регистрироваться, не то, что она бесплатная, в ней даже можно все искать без регистрации, это киберленинга. В чем плюсы этой библиотеки? Первое. Я сразу прошу прощения у тех, кто продвинутый исследователь, и скажет, господи, я этим пользуюсь каждый день, но мы учитываем, что у нас на вебинаре могут присутствовать люди, которые вообще только начинают свой путь, поэтому я прокомментирую. И такие простые варианты библиотек тоже. Значит, киберленинга для того, чтобы организовать поиск, нам ничего дополнительного не требуется. Заходим вот на этот сайт и в строчку поиска вбиваем ключевые слова, либо название того труда, который вы ищете, либо автора, которого вы ищете. Кроме того, в этом сервисе можно искать журнал, например, и, соответственно, вы попадаете на среди массы ссылочек. Сразу обращу внимание, на этом сервисе есть одна такая особенность. Может быть так, что, например, вы ищете, ну, допустим, мой любимый журнал «Региональная экономика, теория и практика», я его все время для примера люблю показывать, он очень показательный журнал. Он не первым вам выдаться среди найденных списков. Может быть, там проехать надо будет достаточно вниз, и потом вы его увидите, но он находится. Точно так же с другими источниками. То есть если у вас первая найденная вами по запросу ссылка или там название статьи не подходит, это не значит, что сервис не справился. Это значит, сервис просит вас углубиться. У этого сервиса есть несколько плюсов. Первый плюс – абсолютно бесплатный. Второй плюс – вы можете скачать статью себе. Третий плюс – в этом сервисе есть возможность посмотреть, как процитировать эту статью, и там прямо у вас будет все уже красиво оформлено. И еще один плюс, безусловно, это так называемый раздел «Похожие статьи». То есть когда вы ищете по запросу, сам сервис вам подсказывает, а посмотри еще вот это. И вот в этот раздел разумно посмотреть, потому что это позволяет вам искать быстрее то, что вы, может, даже не знали этого источника, а он вам подсказывает. Очень простой сервис, никаких сложностей у вас не возникнет. Что называется, заходим и пользуемся. Для вас, как для автора, интересно будет посмотреть на… ну, это просто титульный лист, да, сколько раз вашу статью посмотрели, и сколько раз вашу статью скачали. Вы можете себя как автора забить и посмотреть, насколько популярностью пользуются ваши опубликованные статьи. Следующий сервис тоже абсолютно открытый. Вы спрашивали про иностранные источники чуть выше. Самый простой вариант – искать там, где статьи есть все в полнотекстовом доступе. То есть мало знать, какие электронные библиотеки существуют, их на самом деле очень много, но не везде вы можете эту статью-то увидеть. Вы ее найдете, библиографическое описание, может быть, даже там есть аннотация чаще всего, да, какая-то вспомогательная информация по этой статье. То есть, грубо говоря, для тех, кто хочет сделать просто ссылку на статью, может быть, это и полезно. Но если вы реально хотите прочитать эту статью, то, конечно, нужно пользоваться такими сервисами, которые дают открытый доступ к источнику. Одним из таких сервисов для поиска иностранных источников является вот этот великолепный сайт. Для того, чтобы на нем работать, никакой регистрации не надо. Не обращайте внимания на то, что здесь есть кнопочка «Залогиниться». Вам абсолютно этого делать не нужно. Вы заходите на сайт, ссылка есть. Я, как всегда, ссылки продублирую в группе, для того, чтобы они вам были интерактивно доступны. Я сделаю просто файлик и туда загружу в группу. Ссылку на группу попозже дам. Это открытая группа моя, которую я веду, и там можно это будет посмотреть. Здесь, обращаю ваше внимание, поиск организован тоже через поисковую строчку. Опять же, люди говорят, а можно каким-то более сложным путем искать? Можно. Вопрос, зачем? То есть, старайтесь сделать все более просто. Самое главное, выберите, что вы ищете, журналы или статьи. Значит, если вы ищете журнал, вы, например, знаете название журнала своего профильного и хотите именно в ней статьи посмотреть, в нем, то есть, без проблем, название журнала вводим, и поиск поехал. Если вы хотите потом его конкретизировать, это можно сделать на любом шаге поиска. А самая главная ценность этого ресурса состоит в том, что здесь вы тоже можете им пользоваться бесплатно. Второй момент. Здесь все абсолютные источники, которые вы найдете в открытом доступе, вы их тоже можете полностью посмотреть. Дальше поехали. Если мы говорим о российских источниках, но о библиотеке, которая все-таки имеет определенные ограничения, она бесплатная, но если вы в этой библиотеке зарегистрированы, вы имеете больше возможностей, поэтому здесь хотя бы регистрация. Если вы на этой библиотеке регистрируетесь, и у вас есть выбор зарегистрироваться из дома или из организации, зарегистрируйтесь из организации. Если у вас есть платная версия этой библиотеки в организации, возможности ваши будут шире. Что касается e-library.ru, очень известная библиотека. Я думаю, что каждый из вас так или иначе с ней знаком, хотя бы как автор, изучая свой авторский профиль. Что здесь очень такого полезного есть? Во-первых, тоже открытый доступ к многих всем статьям. Обращайте внимание, в найденном списке литературы у вас должен быть зелененький символ открытого источника. Если он другого цвета, желтенький или синенький, там есть какие-то ограничения, либо он находится на сайте организации, вы просто переходите и получаете к нему доступ, либо он закрытый, его можно приобрести только платно. Поэтому вот здесь имейте в виду. Обязательно зарегистрируйтесь, потому что без регистрации вам не позволят сохранить себе документ. Кроме того, в этом сервисе есть шикарные возможности по поводу формирования подборок. То есть вы можете искать источники и формировать прямо в этом сервисе себе подборки, к ним возвращаться. То есть вы не тратите место на компьютере, во-первых. Во-вторых, вы не заходите в этот источник, пока того не требуется, пока вы его не читаете. Но он уже вами сохранен. Еще один источник, на котором можно, еще одна библиотека, где можно посмотреть зарубежные публикации, но она имеет подписку. То есть она не то, чтобы она не бесплатная, вы ее как физическое лицо купить не можете. Вы можете работать по подписке организации, в которой вы работаете. И если там есть платная подписка, и вы зарегистрированы на территории организации, то есть вы сами проходите регистрацию, но будучи присутствием на территории организации, тогда вы из дома потом сможете использовать этот сервис без ограничений. У вас будет написано, какие вам базы будут доступны и так далее. То есть здесь, видите, вот я специально зашла на главную страничку, и вот сразу же регистрация, либо вы входите. Безусловно, есть ограниченный доступ, если у вас нет доступа, вот здесь можете посмотреть. Варианты есть, но очень ограниченные варианты. Фактически вы этим сервисом толком пользоваться не сможете. Если же подписка есть, сервис максимально удобный, тоже очень много фильтров, очень много возможностей, но сразу хочу сказать, не все статьи, которые здесь находятся, опять же, есть в открытом доступе. Именно поэтому, когда говорят, а вот как мне в Скокусе поискать, а как мне в Web of Science поискать, да нет проблем, можно поискать в этих ресурсах. Но, во-первых, нужна подписка, во-вторых, есть ограничения на доступность ресурсов. Поэтому проще всего вот этот сервис, который я там два слайда назад вам давала, там, где все ресурсы в открытом доступе, абсолютно все, что там находится, все вам будет доступно. Ну и когда мы с вами определились, в какой базе электронных библиотек мы с вами работаем, что мы ищем, иностранный источник, значит, в одних библиотеках, российский источник, в других библиотеках, сразу, друзья, хочу сказать, что библиотек масса. У меня не стоит задачи сегодня забросать вас названиями библиотек, поэтому, если... вам потребуется информация, будет необходима. Опять же, чуть позже скажу, я буду делать серию постов, присоединяйтесь и посмотрите там. Это будет все открыто, абсолютно бесплатно, ничего для этого делать не надо. Можете даже не подписываться, просто заходить в группу, сохраните главную ссылку на нее. Значит, как только мы с вами отыскали, поняли, где мы будем искать, начинаем осуществлять первоначальный поиск. Вот когда мы говорим об оптимизации какой-то, не все процессы можно отдать кому-то. Вот этот процесс спокойно можно отдать на аутсорсинг, попросить своих родных, объяснить им, я не знаю, ребенку, или мужу, или брату, или свату, кому угодно, или студентов, попросить, чтобы вам по таким-то ключевым словам осуществили поиск литературы. Будет это качественно? В зависимости от того, как вы дадите тех задания, может быть, очень качественно, это сэкономит вам время, может быть, очень некачественно, и тогда получится, что вы сначала их ждете, потом еще сами ищете. Поэтому вот здесь очень важно знать, кому вы даете это задание, и насколько классно вы его пояснили. Когда мы находим, как нам понять, вот нужна мне эта статья или нет, пробегаемся глазами по тому материалу, который вам доступен. Если вам доступна только аннотация, и вы только когда скачаете статью, только тогда она вам откроется, тогда пробегаемся по аннотации. Если это книга, то можно, ну, монография, то можно посмотреть облавление. Если у вас сразу доступен текст, можно бегло пробежаться по тексту и выхватить. Вы же ищите литературу для конкретной цели. Выхватить я ищу, чтобы у меня там были примеры определений. Есть в этом материале примеры определений того понятия, которое я хочу привести. Есть, беру, нет, оставляю. Или, по крайней мере, откладываю в стопку на потом, чтобы посмотрю позже. Ну и, безусловно, для того, чтобы потом не возвращаться постоянно к еще раз процессу поиска, сразу же сохраняем данные о том источнике, который вы нашли. Способов сохранения есть масса. Первый, если вы работаете в сервисе, который позволяет формировать подборки. И в Web of Science это можно сделать, и на e-library это можно сделать. Формируйте подборки внутри сервиса, это очень удобно. Если вы не можете сделать внутри сервиса подборки, ну, самый простой вариант, копируйте в Word-овский файл, но всю информацию о статье, то есть, где она опубликована, какой номер, и так далее, и тому подобное. Страницы обязательно, по статьям страницы вам нужны будут, потому что правильно оформленное библиографическое описание подразумевает, что вы укажете страницу. Опять же, говорили в теме про благиат, что не во всех специальностях это требование выполняется, но для вас же будет проще, вы же быстрее найдете, если вам это вдруг потребуется. После того, как мы нашли материал, мы его начинаем фильтровать, этот материал. Что это значит? Мы не читаем сразу все, то, что мы нашли. Ни в коем случае, иначе вы утонете в этой литературе. Что я буду читать, а что не буду, вот это распределение, это однозначно должны сделать вы. Почему? Потому что у вас в голове идея, зачем вы искали этот материал, и как вы его будете использовать. Поэтому вот это мы делаем точно самостоятельно. Ну и как фильтрацию мы эту проводим? Когда мы... Вот не надо искать просто литературу. Я найду просто литературу. Все, это путь в никуда. Ищите литературу для чего-то, для какой-то конкретной цели. И тогда вот у вас, например, 20 источников найдено. И если вы понимаете цель поиска, вы тогда можете разделить ее на более предпочтительную, на более важную. Например, я хочу сделать обзор существующих определений. Да, вот вернемся к этому примеру. Я нашла статьи, монографии, там, диссертации. В диссертации своей хочу это сделать. Что значит предпочтительней? Ну, ясное дело, что для меня будет предпочтительнее монографии еще и мощных авторов по моей теме, потому что это одновременно покажет, что я их читала, я с ними знакома, с их трудами. Я привожу, как они трактуют свои понятия и к какой трактовке я буду придерживаться в тексте. Ну и кроме того, мы сразу включаем такой барометр для себя, какой-то ограничитель с точки зрения того, сколько мне хватит этих источников для того, чтобы достичь этой цели. Ну, 10-15 трактовок вот так вот вам выше крыши, если вы не поставили задачу посмотреть вообще все и все. И будете брать там 50, например. Утрирую, в этом нет необходимости опять же. Опять, если 50, значит, вы их не просто перечислить должны, вы их тогда должны разделить на разные группы, как-то их систематизировать в своей работе, а не просто в называемом порядке давать и показать, что есть авторы, которые делают такой-то акцент, вот они вот так трактуют. Вот эти авторы делают акцент на другом, они вот так это определение трактуют. А мы в своей работе вот на это, поэтому мы трактуем по-другому. Вот тогда ваш поиск литературы будет оправдан. А иначе вы просто найдете вау литературу и не будете знать, как ее применить и что оставить, а что выбрать. Поэтому для чего? Это очень важный вопрос. Когда мы отобрали литературу, которую мы собираемся читать, часть литературы мы оставили на время, а часть литературы мы начинаем читать. Мы начинаем сразу обрабатывать и анализировать. Если это литература текстовая, то есть это какие-то текстовые материалы, то мы безусловно должны с вами четко сразу в процессе обработки понимать, нужно, не нужно и где я буду использовать. Если вам какой-то материал непонятен сейчас, это не значит, что он плохой. Значит, мы формируем отдельную стопку, так скажем, материала на вырост, то есть, к которым мы вернемся позже. Конечно, такая стопка может возникнуть тогда, когда вы работаете над диссертацией, но не над статьей, потому что там все быстренько. Если вы что-то не поняли, значит, берите это для следующей статьи или, может, между статьями изучите этот материал, иначе это сильно затянется. Выбирайте понятные для вас источники. Если мы говорим о информации, которая имеет цифровое какое-то содержание, то сразу же мы думаем, как мы ее трансформируем, в каком виде мы будем подавать этот материал, нужно ли нам построить графики, или мы оставим в виде таблиц, как я это буду анализировать. И опять помним вопрос, для чего мне эти данные, что я хочу этими данными показать. И когда мы смотрим, вот эти данные отвечают на этот вопрос, например, вы провели исследование, и выявили вот такую-то тенденцию, возникает вопрос, а вдруг вы ошиблись? Надо показать, что и другие ученые тоже в этом направлении, которые занимались исследованием, и у них примерно такое же. Пожалуйста, покажите их результаты. Вот это будет достаточно ценно. Поэтому где и как я буду использовать эти цифры, от этого тоже будет зависеть форма их подачи в работе. На этом этапе, на пятом этапе оптимизация, возможно, следующим образом. Она не в процессе обработки, литературы обрабатывать нужно только самостоятельно, потому что только вы знаете свою идею, новизну, что вы хотите в статью, что вы хотите в диссертацию, например, взять. А вот оформительские вещи спокойно можно отдать, опять же, поручить кому-то. Таблички, схемы какие-то, которые позволят материал подать красиво. Пожалуйста, можете, опять же, детей, друзей, коллег, студентов, кого-то попросить об этом и, соответственно, сэкономить время и посвятить это время тому, чтобы лучше позаниматься текстом, научной ценностью вашей работы и так далее. Когда мы обработали каждый отдельно взятый источник, это мы говорим про крупные формы научных трудов, я говорила, что для статей не обязательно обрабатывать литературу, вы сразу использовали и забыли, что называется. То здесь нам очень важно не только классно обработать, но еще и систематизировать. Почему? Потому что раз мы постоянно к этому будем возвращаться, нам важно понять, где мне найти этот материал. Это ключевое, потому что очень часто мы помним, я помню, что у меня эта статья есть. Где она? И вот тратится туча времени на то, чтобы ее искать у себя. Может быть, даже проще ее заново найти, чем ее искать. Поэтому вот систематизация – это вообще ключ к тому, чтобы вы классно пользовались той литературой, которая у вас есть при подготовке диссертации. Именно поэтому ни в коем случае мы не ищем литературу валом и не храним ее валом. Просто там у меня все папки лежат в одной папке, которая называется, там, я не знаю, литература для диссертации. И там миллион файлов. И что, ценности – ноль, потому что они не работают, они просто лежат, вы открываете, и вы в ужасе. А надо, чтобы вы открывали литературу и понимали, классно, у меня и для этого, и для этого, и для этого все есть. А для этого мы с вами должны разделить систематизацию электронных и бумажных материалов. Я все время предлагаю делать папки. Прямо физически. Но, опять же, вы будете решать для себя сами, будете ли вы распечатывать электронную литературу, то есть литературу в электронном виде, для того, чтобы ее обрабатывать в электронном виде или распечатать и обработать ее в бумажном виде. Это выбор каждого в зависимости от ваших возможностей. Есть принтер, нет, есть такая необходимость. Может, вы прекрасно работаете на компьютере, и вам так проще. Я, например, люблю работать с бумажными материалами, но у меня плохое зрение. Я стараюсь, где возможно, и в этом смысле оптимизировать свою работу, меньше давать нагрузку на глаза, и поэтому работаю на бумаге. Поэтому, ну, однозначно, как бы вы не обработали этот материал, в каком бы виде он ни был, обязательно его систематизируем. Заводим папки на завязках, например, или на пружинках, пожалуйста, бумажные материалы тоже разводим. Можете их разводить по параграфам, можете их разводить по положениям новизны, по статьям, как удобно, вариантов много, пробуйте, ищите свой, который подходит вам. Не бывает такого метода, который подходит всем. Да, мы все разные люди, поэтому я за то, что разнообразие, это прекрасно. Что касается седьмого, это использование информации в тексте. Очень часто мы прочитали кучу всего это, 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 и потом, когда мы с вами возвращаемся к этому, мы как будто бы потерялись, да, то есть все надо, но не знаю куда. Поэтому, когда вы обрабатываете, вы обязательно должны указать, где вы собираетесь это использовать. А кроме того, сразу как бы наперед думаем. Это я возьму и в статью, и в диссертацию, например. Это я возьму только в диссертацию. Делайте по этому поводу себе тоже пометки. То есть выжить максимум, это понять, где вы можете эту литературу в принципе использовать. А может быть, вы эту литературу еще и в работу возьмете. Может быть, там где-то при разработке лекции, условно говоря. То есть сразу смотрим сверху на эту литературу, поднимаемся на эту литературу и определяем все ее возможности. Кроме того, сразу же, как только мы формируем список литературы, желательно формировать текст. Некоторые понимают это прямолинейно, то есть берут из статьи и сразу копируют это в текст. Это вариант, но он не для всех, друзья. Протестируйте его. Можете ли вы так? Некоторые так не могут. Они теряются в этом тексте потом, потому что это просто несистематизированная литература. Это вал статей, а несистематизированные куски текста – это вал кусков, с которыми потом опять непонятно, что делать. С текстом мы работаем иначе, но это не тема сегодняшнего нашего разговора. Так можно, но не всегда. Ну и что касается самого текста, когда вы уже, например, написали статью или написали монографию, опять же, все, что связано с оформлением, можно делать не самим. Если вы готовите монографию и диссертацию в обязательном порядке, как добрый друг и товарищ, вам рекомендую… Сколько осталось до конца? Минуток 5-7, друзья. Значит, не просто отдать на оформление, а рекомендую вам отдать на проверку, чтобы у вас проверили, а для того, чтобы вот такой крупный научный труд был очень классно сделан, в том числе с точки зрения оформления, чтобы там все было грамотно, четко, красиво и так далее. Поэтому вот здесь тоже это вы самостоятельно, чаще всего сделать не сможете, поэтому лучше это просить сделать специалиста. Ну и, безусловно, когда мы говорим о поиске литературы, то иногда, особенно когда мы пишем диссертацию, иногда приходится делать все то же самое и искать вновь какую-то литературу. Разные поводы могут быть, открылась новая информация, вы там пытаетесь сформулировать новое положение новизны, вы пришли к каким-то нестандартным результатам, вам нужно их как-то обосновать и так далее. Вот все то, что я перечислила, это истинные поводы, по которым, да, нужно провести еще один цикл этих этапов. Но очень часто аспиранты с докторантами пользуются возможностью обратиться к поиску литературы для того, чтобы не писать текст. Очень часто, особенно на консультациях, когда я сопровождаю по поводу подготовки диссертаций, я замечаю, что человек опять и опять ищет литературу, вот, ну не хватает литературы, и все, да как не хватает, и уже 250 источников на кандидатскую диссертацию, как не хватает, потому что страшно садиться за текст, нет понимания, например, как его писать, а литературу я уже знаю прекрасно, как ее искать, как ее обрабатывать, это у меня получается классно, поэтому я буду заниматься лучше этим. Поэтому спрашивайте себя, как только вы захотели еще раз поискать литературу, задайте себе вопрос, мне это нужно сейчас делать, или я просто потрачу на это время. Это самый лучший вопрос для понимания того, нужно ли повторять вот этот цикл этапов. Ну и в заключении, значит, когда нам будет необходимо, да, да, Зоя Владимировна, будет запись, там можно будет посмотреть. Друзья, совсем еще дайте мне, пожалуйста, буквально 5 минут, я знаю, что я вас задерживаю, но уж простите, я в час никогда не успеваю. Значит, что касается других источников, где их удобнее всего отбирать. Их удобнее отбирать там, где их проще всего найти. Значит, вы задавали вопросы, я отвечаю по поводу того, где искать диссертацию. Это зависит от того, какую диссертацию вы хотите найти. Если старую диссертацию, то в этом вам данный ресурс не поможет, если свежую диссертацию. Ну, старая, это в смысле, например, вот мою кандидатскую диссертацию, здесь уже не найти. Вот, по-моему, даже докторскую. А, например, если человек недавно защитился, то там диссертация будет в открытом доступе. Это стандартный сайт ВАК, вы заходите на этот сайт и, соответственно, в разделе объявления о защитах, вот что-то у меня с мышкой, да, заедает она, в объявление о защитах заходите и, соответственно, там находите, там фильтры есть, выбираете те фильтры, которые вам нужны, и обязательно дату посмотрите, потому что там висят последняя страничка, это будут те диссертации, которые защищаются в ближайший месяц. А вам желательно посмотреть те диссертации, которые уже защищены, чтобы вы четко понимали, что эта диссертация хорошая, она прошла по требованиям. Вот, поэтому это первый вариант. Но здесь вы что должны четко понимать? Здесь и авторефераты, и диссертации открыты. А если вы хотите посмотреть те работы, которые были, те работы, которые защищены давно, и у вас прямого доступа к диссертации нет, то можно поискать автореферат. На самом деле на сайте Российской государственной библиотеки, в разделе читателям, там все интуитивно понятно, друзья, вы находите электронный каталог авторефератов, и там эти авторефераты находятся в открытом доступе. Не надо их покупать на каких-то ресурсах, тратить деньги ни в коем случае. Поэтому в обязательном порядке мы можем спокойно зайти на этот сайт, бесплатно посмотреть авторефераты, но вот диссертации, доступ к диссертациям здесь ограничен. Поэтому здесь диссертации искать не стоит, если вы не являетесь читателем библиотеки, просто зашли посмотреть, что называется, по-быстренькому. Но зато авторефераты все-все-все, в том числе и старых работ здесь есть, на ВАКе старых авторефератов тоже нет. И опять же, я вам рекомендую смотреть на этих ресурсах, а не просто через поисковик это делать, потому что здесь вы точно понимаете, что это официально, там прямо на авторефератах стоит штамп, относительно того, что этот автореферат принят и так далее. А что вы найдете в интернете, ну, хорошо, если подлинно. Когда мы ищем авторефераты или диссертации, нам иногда нужно привлечь иностранные работы, очень часто даются источники на английском языке. На английском языке вы можете в той же системе доступа к открытым источникам посмотреть, там есть диссертация. Но я вам предлагаю вариант, например, если вы владеете французским языком, то есть прямо отдельный такой сервис, вы туда заходите, сайт, и там есть материалы на французском языке, французские диссертации. Пожалуйста. На самом деле таких ресурсов очень много. Сейчас перечисляет мне задача моя, и поэтому я в ближайшее время вам обещала сделать ссылочку на группу. Татьяна, будь добра, подай вот эту ссылочку в таком интерактивном варианте. Значит, я в ближайшее время, для того чтобы сейчас наше время и так не занимать, буду в группе делать информацию по поводу вот этих библиотек, где можно найти иностранную литературу, и иностранные диссертации и так далее. Это будут открытые посты, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь и заходите, посмотрите, где что брать, если для вас это актуально. Далее. Значит, если мы говорим о правовой информации, ни в коем случае мы не ищем правовую информацию через, просто через поисковик. Почему? Потому что нам с вами в литературе нужно обязательно в скобках не только указать дату нашего обращения, но и нам очень важно указать дату последнего обновления. То есть, чтобы вы прям последний вот этот документ посмотрели, самый свежий. И это можно сделать только на тех правовых базах, которые дают эту информацию. Значит, это консультант плюс или гарант, вот либо такой сервис, они все на слуху, где вам проще, где-то есть ограничения по доступу, в консультанте есть возможность получить доступ к текстам, например, в вечернее время, в гарантии можно заказать документ на почту, в гарантии какие-то документы вообще открыты. То есть, посмотрите, попробуйте, что для вас лучше, но однозначно здесь. Если вы хотите в научной статье сделать ссылку, это будет правильнее. Если мы с вами работаем с Госкомстатом, то, естественно, нам нужно заходить на сайт Госкомстата. Там огромное количество информации. Опять же, у меня был запрос от слушателей по поводу того, чтобы коротенечко рассказать, как на Госкомстате искать информацию, потому что оказалось, что не все понимают, где вообще что нужно. Поэтому я подумаю над этим и посмотрим, или, может быть, здесь Директ Академии организуем, или я сделаю себя в группе. Следите за информацией, если она для вас актуальна. Покажу все-все приемы, где там найти самым лучшим образом ту информацию, которая вам нужна. Ее там просто туча. Но действительно, без навыка не всегда она находится. Тем более, сейчас там сайт немножко видоизменился. Еще один сайт, который может вам помочь с точки зрения поиска различных опросов, рейтингов и так далее. Конечно, можно воспользоваться реарейтингом, если вам нужны какие-то финансовые, экономические рейтинги, хотя и не только. Но если вам нужны именно опросы населения, тоже разного вида опросы, но на которые вы можете сослаться, как на более-менее официальные, что это не вы три человека опросили, да, это все-таки организация это сделала, вы можете на сайт ЦИОМа зайти и там посмотреть. Прямо на титульном листе есть много информации, к которому можно зайти. Опять же, если вы там поищите повнимательнее для исследователям и студентам, вот видите, да, есть вкладочка. То есть там очень-очень много полезной информации. Вы даже можете не ожидать, что вам кажется, что да, ну, у меня нет такой информации, которую я могу получить из этого источника. Загляните, погуляйте на этом сайте и посмотрите, что он тоже может быть для вас полезным. Ну что, друзья, я уже сейчас просто спешила для того, чтобы наложиться в заявленные мной оставшиеся пять минут. Поэтому я очень благодарю вас за то, что вы нашли время и выдержку быть со мной все эти полтора часа. Я надеюсь, что для вас было полезно. Да, буду благодарна за обратную связь. Когда встречаемся? Если вы идете на курс, то мы с вами встречаемся очень скоро. 10 ноября мы начинаем. Вебинары будут проходить в 13 часов московского времени. Вся информация потом будет в записи. Поэтому если вы там в другом часовом поясе живете или у вас сложно со временем, днем, без проблем. Первый вебинар будет посвящен теме «Путь аспиранта, докторанта, общая и особенная». Буду рада всем, кто присоединится к нам и будем два раза в неделю с вами встречаться. Ну а с радаров, общих вебинаров я пока пропаду аж до февраля месяца. И поэтому 22 февраля очень соскучившееся буду ждать вас в 12 часов московского на тему публикации в журналах ВАК, в изданиях из международных баз данных. То есть для кого это важно, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Это наши обычные вебинары, которые вот такого плана, как сейчас, которые мы проводим с Директ Академии в открытом режиме. Ну и, безусловно, все традиционно, как всегда. Я разрешаю написать себе вопросы, если у вас они есть, если вы постеснялись их сейчас задать или вы в чем-то сомневаетесь. Пожалуйста, пишите, я отвечаю. Не надо стесняться, меня стесняться не надо. Задавайте, пожалуйста, вопросы, и я вам отвечу. Сразу хочу сказать, что если по поводу курса, да, у меня не будет возможности вас больше на него пригласить, если вы сомневаетесь, нужен он вам или не нужен, в каком формате и так далее, напишите мне, я вам никогда не посоветую. Если он вам не нужен, я вам так и скажу, вам курс не нужен. Если нужен, объясню, почему я помогу выбрать, в каком формате участвовать вам будет полезнее. Поэтому, друзья, я вижу, что вы мне пишете всякие приятности. Большое вам спасибо за это. Я рада, что информация нужна и что вам это было полезно. Отлично. Да, присоединяйтесь, друзья. В своей группе, это открытая группа, мы и я, и Татьяна там даем информацию по предстоящим вебинарам, я добавляю информацию по публикациям. Вы, кстати, можете присылать, если вы член оргкомитета или работаете в ВУЗе, где проходит какая-то научная конференция, вы можете присылать мне информацию, я буду в этой группе для всех, для тех, кому это важно, размещать, чтобы люди могли воспользоваться. Так, спасибо, спасибо. Очень чётко, огромное. Вам тоже, друзья, спасибо. Константин Вячеславович, я общероссийский мотиватор научной деятельности. Спасибо вам огромное, спасибо. Галина Анатольевна, вот прямо приятно, когда и новенькие, и старенькие. Международный мотиватор. Да, Галина Анатольевна, другие страны тоже захватываем. Так, посоветуйте, пожалуйста, где прочитать проведение контент-анализа, примеры. Наталья Владимировна, давайте мы уже сегодня все лимиты времени перевыполнили. Чтобы я сейчас никого не утомляла, напишите мне, пожалуйста, ваш вопрос поконкретнее на почту, хотел сказать в чат, на почту. И мы уже с вами там индивидуально поговорим. Галина Борисовна, как всегда, полезно, вдохновляюще. Замечательно, друзья. Благодарю еще раз. О, прекрасно. Ольга Владимировна, я очень рада. Даже если после наших вебинаров хотя бы один человек передумает и не бросит свою диссертацию, и пойдет этим путем, и защитит ее, я буду просто счастлива. Значит, наша работа не бесполезна. Вот, поэтому... Так, а здесь еще какой-то вопрос. Не хотите ли заменить термин поиск литературы на поиск источников? Да без проблем, Вероника Витальевна. Безусловно, можно и так, и так. Я как раз об этом и говорила, что то, что мы называем литературой, это не есть литература, это больше информация. Но если мы говорим про диссертацию, мы чаще всего говорим именно про диссертацию, и мне очень важно, чтобы смелости на этот проект у людей в нашей стране становилось все больше и больше, там этот список называется список литературы. Несмотря на то, что там всевозможная информация есть. Поэтому я так называю, для того, чтобы никто не пугался. Вот. Но все, друзья, я поняла, что мы с вами закончили на этом. Жду вас на наши вебинары и на курс, и буду рада видеть вас хоть там, хоть там. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!